Без сдачи. Уже сегодня Нацбанк прекратит выпускать монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек. Чеканить продолжат только 10 и 50 копеек. Это существенно изменит принцип формирования цен при расчете наличными в тонкостях. Новых правил разбиралась Ксения Барвиненко. 5 копеек занесете. С этой фразой можно попрощаться навсегда. Нацбанк прекращает чеканить монеты мелкого номинала. Теперь в случае нехватки копеек суммы в чеках начнут округлять. По математическим правилам сумма до 4 копеек округляется в сторону уменьшения, а от 5 в сторону увеличения. Если мы рассчитываем от 1 копеек до 4, то это выиграют люди. Если от 5 копеек до 9, то выиграют те, кто торгует. Также Нацбанк планирует полностью избавиться от банкнот номиналом 1 и 2 гривны, заменив их на новые монеты. Сейчас их уже выпустили около 7 миллионов. Со временем они должны полностью заменить бумажные деньги. Но не все украинцы рады таким изменениям. Маленькие, неудобные. Легко перепутать с другой мелочью. Нормально, оно как-то не придает ему значения особо. Я считаю, нужно улучшить, чтобы была более четкая, более, не знаю, может быть, какая-то интересная, какую-то особенность в нее внести. Так, в принципе, я рада, что появились такие монеты. В общем, из оборотов исчезнет более 8 миллиардов монет мелких номиналов. За счет таких нововведений регулятор намерен экономить около миллиарда гривен в год. Но эксперты уверены, это показатель сильной инфляции в стране. Это, конечно, показатель не просто признания Национальным банком довольно существенной инфляции, а и, скажем так, то, что Национальный банк с этим смирился. Он, фактически, сам в такой способ погоджуется с тем, что окей, ну и ехай, и бизнес, давайте там округлимо, а потом до гривни дойдем, и гривня будет ничего не коштует и так далее. Такий шлях не самый лучший для Национальной валюты. А вот уже со следующего года регулятор анонсировал выпуск монет номиналом 5 и 10 гривен, которые со временем заменят банкноты. Олег Ермаков, Ксения Бравиненко, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер.